Здравствуйте! В эфире программа «Тема» и сегодня мы поговорим о присяжных заседателях. В уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации были внесены существенные изменения касательно расширения применения института присяжных заседателей. Подробнее об этом нам расскажет помощник прокурора города Белгорода Наталья Пупынина. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сначала разберемся, кто же такие присяжные заседатели. Присяжные заседатели – это прежде всего непрофессиональные судья, которые участвуют в уголовном процессе. Если с точки зрения права, то присяжный заседатель – это гражданин Российской Федерации, который включен в списки присяжных заседателей и который призван в установленном порядке к осуществлению правосудия путем рассмотрения уголовного дела в суде. И чем же регулируется деятельность присяжных заседателей? Я начну с того, что у нас с 1 июня 2018 года вступили изменения в уголовно-процессуальное законодательство. И теперь дела с участием присяжных заседателей могут рассматривать не только суды и субъектов Российской Федерации, но и районные суды муниципальных образований. И в судах субъектов Российской Федерации такие дела с участием присяжных заседателей рассматриваются в составе профессионального судьи и в составе коллегии присяжных заседателей из 8 человек. Что касается районного звена, то здесь состав суда следующий – это профессиональный судья и коллегии из 6 присяжных заседателей. Но можно сказать, что присяжные заседатели теперь стали ближе к народу, так как они теперь могут участвовать в делах районного звена. И также помимо уголовно-процессуального законодательства деятельность присяжных заседателей у нас регулируется еще и федеральным законом. О присяжных заседателях, в которых прописан их статус, прописаны их обязанности, их ответственность, их оплата труда, ну и иные вопросы. Есть ли какие-то ограничения, кто может быть присяжным заседателем, а кто не может им быть? Конечно, законодательством предусмотрены требования к присяжным заседателям, и присяжным заседателем может быть не каждый гражданин. Во-первых, чтобы им быть, это нужно достигнуть 25-летнего возраста, нужно быть дееспособным гражданином, нужно не иметь судимости, не снятые, либо не погашенные. Присяжным заседателем не может быть то лицо, которое состоит у нарколога, либо психиатра на учетах. Также присяжным заседателем не может быть лицо, которое не знает языка, на котором ведется судебное разбирательство. Либо то, которое по своим психическим, либо физиологическим особенностям не может участвовать в процессе с присяжными заседателями. Скажите, это вообще дело добровольно, или можно отказаться от участия в суде в качестве присяжного заседателя? Согласно действующего законодательства, конечно, роль присяжного заседателя – это обязанность каждого гражданина. Но есть основания, по которым гражданин может отказаться от этой роли, и они следующие. Это достижение 60-летнего возраста. Также отказаться может от роли присяжного заседателя женщина, у которой имеются дети до 3 лет. А также могут отказаться лица, которые имеют стойкие религиозные убеждения о невозможности осуществления правосудия. Также судом при формировании коллегии присяжных заседателей могут быть учтены иные уважительные причины, которые суд посчитает таковыми. А по каким делам чаще всего участвуют присяжные заседатели? Это категории особо тяжких дел, за которые предусмотрено лишение свободы свыше 10 лет. И это такие преступления, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего, преступления в сфере оборота наркотических средств. Это незаконное производство, сбыт, переработка наркотических средств, контрабанда наркотических средств. Такие преступления, как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, судей, следователя, дознавателя, ну и также иные категории дел. Как формируются сами списки присяжных заседателей, кто занимается их формированием? В настоящее время каждые 4 года на уровне субъекта и на уровне муниципалитетов формируются как основные, так и запасные списки присяжных заседателей. Формируются они из числа граждан, которые постоянно проживают на территории данного муниципального образования. То есть, если мы говорим о территории города Белгорода, значит, это лица, которые проживают постоянно на территории города Белгорода. Формируются они с помощью автоматизированной системы выбора путем случайной выборки. И в настоящее время в Белгородской области такие списки сформированы, и в них включены около 34,5 тысяч граждан. В запасной список включены около 5 тысяч граждан. А эти граждане сами в курсе, что они входят в эти списки? Эти списки официально опубликованы в местной прессе, поэтому граждане ознакомлены с этими списками и знают о том, что они могут быть привлечены в рассмотрение уголовного дела в качестве присяжного заседателя. Скажите, а их труд как-то оплачивается или, может быть, есть какие-то привилегии? Конечно, государством предусмотрена оплата труда присяжных заседателей. Получают присяжные заседатели вознаграждение в размере половины оклада судьи. Но если по основному роду деятельности присяжный заседатель получает больше, чем половина оклада судьи, то он получает среднемесячный заработок. Также у присяжных заседателей есть некоторые компенсации. Это, допустим, такие компенсации, как возмещение расходов на проезд к месту суда и обратно, возмещение командировочных. Также для присяжных заседателей предусмотрены гарантии. По основному месту работы они не могут быть уволены, не могут быть переведены на иную должность. За ними сохраняется стаж работы. И также с момента принятия присяги присяжным заседателям на него распространяются все гарантии неприкосновенности и независимости судей. Так, ну с привилегиями вроде бы разобрались. А что касается обязанностей, каковы обязанности присяжных заседателей? Присяжные заседатели в случае их привлечения к рассмотрению уголовного дела обязаны являться в зал судебного заседания, участвовать в судебном разбирательстве. Они не должны общаться с посторонними лицами в момент судебного разбирательства. Они не должны обсуждать фактически обстоятельства дела с какими-то иными лицами вне зала судебного разбирательства. Они не должны собирать сведения, касающиеся данного дела, а также за пределами зала судебного разбирательства. Они не должны нарушать тайну совещания. Присяжные заседатели не должны обсуждать свою позицию касаемо данного дела с иными присяжными заседателями до удаления в совещательную комнату. И, естественно, присяжные заседатели обязаны ответить на все вопросы, которые будут поставлены перед ними в ходе судебного разбирательства. Они должны будут проголосовать и, естественно, не разглашать государственную или иную охраняемую законом тайну, которая станет им известна в зале суда. То есть они предварительно тоже какой-то инструктаж проходят? Конечно. Им разъясняются и права, и обязанности. Они за них расписываются и, естественно, несут ответственность. А вот об ответственности чуть поподробнее. Какая ответственность предусмотрена для присяжных заседателей? Законодательством предусмотрена процессуальная ответственность для присяжных заседателей. На присяжных заседателей может быть возложено денежное взыскание в случае, если они не явились в суд по неуважительной причине. Они могут быть отстранены от участия в дело путем исключения из коллегий присяжных заседателей, если они не выполняют по каким-то причинам свои обязанности. То есть они отлучились из зала судебного заседания в момент самого разбирательства. Они разгласили фактические данные по делу иным лицам. Они начали собирать какую-либо свою информацию касаемо разбираемого дела. По иным случаям присяжные заседатели могут быть отстранены от участия в деле. Какова же все-таки роль присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела? При рассмотрении уголовного дела присяжные заседатели в первую очередь выясняют фактические обстоятельства дела. Устанавливается событие самого преступления, устанавливается причастность лица к совершенному деянию, устанавливается его виновность. И присяжных заседателей очень часто называют судьями факта, так как они должны рассмотреть все дело с фактической стороны вопроса. Но при этом они не обладают какими-то узкоспециализированными знаниями в области юриспруденции. То есть, в общем-то, это все происходит? Это все происходит на уровне интуиции. Естественно, это непрофессиональные судьи. Может быть, кто-то из них и обладает юридическими знаниями. Но это не обязательно условия. Это не обязательно условия, а может быть, кто-то и не обладает. А что касается принятия решения присяжными заседателями, какова их юридическая сила? В ходе судебного разбирательства присяжные заседатели должны ответить на три основные вопроса, касаемые фактической стороны деяния. Во-первых, доказано ли, что совершено деяние? Во-вторых, доказано ли, что это деяние совершил именно подсудимый? И доказано ли, что он причастен, что он виновен в совершении данного деяния? То есть, такие три кита, да? Три кита основных, да. Однако, такие вопросы, как назначение наказания, квалификация преступления, разрешение вопросов по гражданским искам к компетенции присяжных заседателей не относятся. Это прерогатива профессионального судьи, который принимает по этому решение в приговоре. И апогеем всего процесса судебного разбирательства с присяжными заседателями все-таки является вынесение им вердикта. В течение трех часов присяжные заседатели должны принять решение, виновен либо невиновен подсудимый, и должны принять единогласное решение. Если они такого решения не принимают, то тогда происходит голосование. Обвинительный вердикт выносится в том случае, если за него проголосовало большинство присяжных заседателей, а оправдательный выносится в случае, если за него проголосовало не менее четырех присяжных заседателей. Для председательствующего судьи оправдательный вердикт имеет обязательную силу, обвинительный вердикт тоже имеет обязательную силу, однако судья в том случае, если он сочтет, что лицо невиновно, либо что совершенное деяние не является преступлением, то он может вынести оправдательный вердикт. Ну что ж, спасибо большое, что так подробно ответили на все наши вопросы. Думаю, что все основные моменты по поводу деятельности присяжных заседателей мы для себя прояснили. Это была программа «Тема». Увидимся на телеканале «Белгород-24».